Экспо-2017 станет показательным для организаторов будущих специализированных выставок. Такая оценка в адрес Астаны прозвучала в Международном бюро выставок в Париже. Комиссар Экспо Рапиля Жошебаев представил итоговый отчет. Наш европейский СОПКОР Жанат Эрнстрас скажет подробнее. В финальном отчете о проведении Экспо делегации информирует бюро об окончательных итогах проведения выставки для страны и для мира. И сегодня комиссар Экспо-2017 Рапиль Жошебаев рассказал в Международном бюро выставок об количестве посетителей и международных участников нашего Экспо, об экономическом эффекте, полученном от него, и о том, как в дальнейшем будет использоваться инфраструктура нашего Экспо. Изначально планировалось участие всего 100 стран и 10 международных организаций. Но Казахстан перевыполнил этот план. В нашем Экспо участвовало 115 государств и 22 международные организации. Мы отчитывались по всем показателям и требованиям МБФ и получили высокую оценку Международного бюро выставки. Руководство МБФ дало высокую оценку выставке Экспо-2017 и подтвердило, что она будет показателем для специализированных выставок в будущем. Сегодня также рассматривались вопросы проведения будущих выставок Экспо в Пекине в 2019 году и, конечно же, в 2020 году подготовка проведения выставки в Дубае 2020. Мы готовимся также через месяц выступить на Генеральной Ассамблее и также с отчетом о проведенной выставке Экспо-2017. Окончательный репорт Казахстана состоял из цифр, но за ними делегаты из других стран, членов МБФ и руководства бюро увидели невероятный успех проведения, что называется, без сучка и задуринки. Во время встречи Рапиле Жошибаева с генеральным секретарем МБФ Винсентом Усерталисом глава бюро поздравил Казахстан с успешным проведением Экспо-2017 и поблагодарил президента нашей страны Нурсултана Назарбаева за его персональное внимание и постоянную поддержку в проведении выставки. Экспо-2017 стал значимым достижением президента страны, правительства и города Астаны, оргкомитета всего народа Казахстана и жителей столицы. Это был очень успешный Экспо в плане количества посетителей, международных участников и, самое главное, в плане качества содержания выставки. Высокий уровень продемонстрировали как организаторы, так и участники. Мы увидели очень хороший тематический и образовательный контент. Посетители смогли получить представление о том, каким будет наше будущее с точки зрения энергетики. Изюминкой Экспо-2017 стала организация выставочной площадки. Впервые в своей карьере я увидел выставочную площадку в виде круга. Поэтому посетителям было очень легко обходить павильоны. Это обеспечило очень комфортную атмосферу. Идею круглой выставочной площадки мы представим будущим организаторам специализированных выставок Экспо, как пример наилучшего расположения павильонов. И второе, что нужно отметить, это эффект Экспо. Уверен, влияние Экспо-2017 люди будут чувствовать еще многие годы. Члены исполкома бюро заслушали отчеты и других стран о ходе подготовки выставок Пекин-2019, Дубай-2020 и обсудили досье кандидатур на проведение специализированной выставки Экспо-2022. Страна, где будет проходить следующее специализированное Экспо, будет определена в ходе голосования здесь же, в Париже, на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в ноябре. Жена Тернежумар Тахметов, Хабар-24, Париж, Франция.